29-летнего сотрудника компании Шубар-Коль-Ку-Мэр раздавила вагонами. Несчастный случай произошел накануне вечера. Супруга погибшего боится, что работодатель сделает виновным ее мужа. Людмила Батюшкина выслушала. Погибший Мирамбек Жерлгапа в 18 часов вечера получил разнарядку и с 19 заступил на смену. Он должен был дежурить до 13.00 сегодняшнего дня. Мужчина работал один и попал под железнодорожный состав. 15 января на внутренних железнодорожных путях АО «Шубар-Коль-Ку-Мэр» произошел несчастный случай, повлекший гибель сотрудника. При проведении работ дежурный стрелочного поста попал под движущийся состав порожних вагонов. Коллектив и руководство компании приносит искренние соболезнования и окажет необходимую помощь родным погибшего. В компании больше не дают никаких комментариев. Как сообщила супруга погибшего, в последний раз она говорила с ним в 21.20, а спустя час его руководство получило сообщение о смерти на рельсах. Айгерим сейчас очень тяжело, и она не смогла дать интервью на камеру. Но женщина хотела рассказать о своих опасениях. Если бы там был составитель на хвостовой части поезда, он бы дал бы сигнал водителю тепловоза о том, что человек на рельсах, даже если он упал, то тепловоз остановился бы. В любом случае, один человек не должен был работать. Там нехватка кадров, там большая нехватка кадров, поэтому там очень большая нагрузка. Мы боимся, что сейчас заключение приведут к тому, что сделать его виноватым. Супруга погибшего возмущена также его 18-часовой рабочей сменой на улице ночью в мороз. Она просит проверить, были ли расчищены дорожки в снегу рядом с рельсами, так как мужчина мог упасть из-за сугробов. В рамках действующего трудового законодательства Республики Казахстан создана комиссия для выяснения причин. Начато специальное расследование, по итогам будет сообщено дополнительно. У Мейрамбека Жаролгапова остались трое детей. Сын 9 лет и дочери 4 и 7 лет. Но супруги 10 лет жили в гражданском браке, и дети записаны на мать. Сейчас ей предстоит доказывать его отцовство. Работодатель пообещал помочь с похоронами. Но будет ли компания обеспечивать детей погибшего, его семья сомневается.